Этот год в Беларуси посвятили науке. В региональном плане задействуют все вузы области, чтобы поддержать молодых ученых. Например, четырем аспирантам из Могилева назначены президентские стипендии. В университете продовольствия аспирантки работают над проектами в сфере косметологии и пищевой промышленности. С девушками и их разработками ближе познакомилась Олеся рыбалка. А еще скрупулезная, пытливая с пониманием закона в экономике. Аспирантка Ирина Пантелеева с легкостью может оценить конкурентоспособность продукции любого пищевого производства. И это было целью ее исследований. На уровне потребителя мы сталкиваемся с этой темой каждый день. И хотелось изучить как-то это более на профессиональном уровне с экономической точки зрения. Два года погружение в схемы и формулы позволяют теперь уже президентской стипендиатке делать свои выводы и даже давать производителю советы. Уже в этом году они в качестве рекомендации отправятся на белорусские предприятия. На мой взгляд, белорусским предприятиям необходимо внедрять новые технологии, создавать совместные предприятия. И это будет являться предпосылками к тому, что конкурентоспособность нашей белорусской продукции значительно повысится. А вот Марина Галдова стремится осуществить мечту не только производителей, но и всех женщин. Из пророщенных зерен пшеницы и овса ей удалось создать продукт повышенной биологической ценности. Добавлять можно выпечку, что уже делает один из хлебозаводов Беларуси. Но без ГМО, отдушек и консервантов это еще и находка для продвинутой косметологии. Сейчас идет глобальный экотренд, то есть экологически чистая продукция, экологически чистые косметические средства. И мы решили поработать в данном направлении. Злаковый секрет красоты стал основой для целой линейки косметических масок. К ним автор предлагает и натуральные добавки. Кофе, сухое молоко, ромашка и даже куркума. Если вот эту маску я нанесу, то кожа станет более упругой и подтянутой. Да, да. Это точно? Ну, давайте проверим. Проверить было решено на добровольце без мейкапа. Чтобы увидеть эффект, наносим маску на одну часть лица. А что вы ощущаете, Кристина? Очень пахнет приятно. Пахнет зерновыми культурами, потому что добавок никаких нет. Единственное, может пахнуть немножко ромашкой, немножко. Результат узнаем через 15 минут. Свежесть, упругая. Дипломная, магистратура, аспирантура. По этому пути в университете идут многие. Сейчас здесь 35 аспирантов. Для них важно не просто заниматься наукой. Истинное удовлетворение молодой ученый испытывает, если его идея на бумаге доходит до производства. В нынешнее время, когда мы и экспортируем много продукции, и когда конкуренция на рынке европейском и в целом в мировом масштабе. Поэтому значение именно научного сопровождения для производства очень важно. В Беларуси не осталось почти ни одного предприятия пищевой промышленности, где бы ни была внедрена разработка выходцев университета продовольствия. Большие надежды и на год 2017. Впереди научные конференции, приглашенные в гости ученые разных стран мира. И, конечно, новые идеи и задумки, которые обязательно воплотятся в жизнь.